Обычно все эти люди работают вместе, но в этот день их интересы разошлись на футбольном поле. В белосиней форме сотрудники пресс-служб различных ведомств, красно-желтые, журналисты, телевизионных, печатных и интернет-СМИ. Здесь никто не ищет сенсацию, главное забить гол. Неожиданностью для многих стало то, что за команду красных вышел играть губернатор Александр Козлов, символично выступая под 28 номером. Говорит, предложение выйти на поле после тяжелой рабочей недели принял сразу. Долго не думал, за какую команду играть. Решил поддержать журналистов. Когда мы в работе, пресс-служба ближе к губернатору, а средства массовой информации все-таки получают информацию в большей степени с их анализом, с их видением вопроса. А здесь, на футбольном поле, среди нас нет посредников. Здесь пас напрямую. Давайте посмотрим, как это у нас получится. Посмотреть, как это получится. Пришли как коллеги по цеху, так и просто болельщики. Здесь все, как в настоящем футболе. Группы поддержки с речевками и плакатами. И второй гол от журналистов, который не заставил себя долго ждать. Мяч ворота противников забил Антон Сильвоник. Я, на самом деле, пропустил несколько тренировок, поэтому думал, что я был в таком не очень хорошем состоянии. Но, как выяснилось, хорошо. У нас человек в команде много, у пресс-служб много. Часто мы меняемся друг с другом. Но вот в первом даме гол удалось забить. Вообще хорошо. Александр Александрович пока забил, и я забил. Вот пока что только мы забили. Это вообще классно. Кстати, в числе обеих команд было немало девушек. Кто-то успешно оборонял ворота от натиска противников, а кто-то забивал голы. У нас почему-то журналистов как-то быстренько мы собрались вместе, друг друга понимаем. Самое главное – запомнить, как кого зовут, и все, и игра пойдет. А с Александром Александровичем, ну, как с обычным игроком, как со своим играем. Здесь все как в информационном потоке. Ситуация менялась ежесекундно. Если поначалу в счете вели журналисты, потом инициативу перехватили пресс-службы. Нельзя недооценивать соперника. Команда, я считаю, равная. Как в нашей команде, так и в команде соперника есть девочки. Поэтому играем, можно сказать, не в полную силу. Это больше как товарищеская, дружеская встреча, где, я считаю, победит дружба. Но дружба не победила. Счет игры 4-3 в пользу команды пресс-служб. После матча игроки еще долго не расходились с поля. Фото на память и обмен впечатлениями. Тем более, что надолго им расставаться не пришлось. Уже на следующий день все снова опустились в погоню. Но уже не за мечом, а интересными событиями и фактами. Яна Лисовая, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение.